В операционной Ивановского госпиталя кипит работа. Врачи выполняют высокотехнологичную операцию по замене тазобедренного сустава. Раньше это было возможно только в федеральных клиниках, сейчас и в Иванове. Аналогичных операций в год проводят около 600. Большая часть – это устранение последствий травм. Примерно 1,5 от объема – восстановление шейки бедра после перелома. В медучреждение со знакомительным визитом приехала Ирина Эрмиш. С недавних пор она курирует сферу здравоохранения региона. Медики сразу рассказали ей о первоочередных проблемах. Очередь на эндопротезирование тазобедренного сустава удалось почти полностью ликвидировать. Сейчас операции проводят для тех, кто записался на процедуру в марте. С заменой коленного сустава ситуация кратно хуже. В очереди полторы тысячи человек, и квоты на этот год уменьшены в силу экономических обстоятельств. На данный момент нами закуплено 50 протезов, которые будут установлены до сентября. И я думаю, что экономическая ситуация позволит нам до конца года увеличить это количество еще в два раза. Для жителей операции по замене суставов бесплатно и выполняют их за счет средств ОМС. По себестоимости они очень дорогие. Расходные материалы иностранного производства. Один эндопротез от 70 до 120 тысяч рублей. Денег в бюджете в обрез. Решить проблему поможет финансирование Минздрава. Регион несколько лет назад входил в федеральную программу. Последнее время региональная казна софинансирования по условиям это 60 на 40 потянуть не могла. Ирина Эрмиш вопрос обещала снова поднять. Они в принципе своей мощностью, своими знаниями, опытом готовы приступить и взять дополнительный объем средств. Но задача наша, чиновников в том, чтобы обеспечить участие в этой программе. Есть намерение в следующем году поучаствовать с каким-то объемом бюджетных средств, чтобы получить больший объем из федерального бюджета. Пациент Кузнецов готовится к выписке. В госпитале его уже оперировали дважды. Новым суставом мужчина не нарадуется. Завтра, говорит, отмечает 70-летие. Уверен, эндопротезом будет пользоваться весь срок его службы. А это четверть века. Все замечательно. Причем это лучше нога, потому что в прошлый раз она два месяца не сходил отек. А бывает и дольше не сходит у людей. А в этот раз вот уже они почти одинаковые. Отек после операционной сходит, а всего прошло две недели. Восстановление после операции проходит здесь же, в госпитале. После того, как пациент привыкнет к эндопротезу, сможет вернуться к обычной жизни и даже заниматься спортом. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова